Добрый день всем! Как я и обещала, надо рассказать, наверное, какой звонок был из отдела образования. Для тех, кто не смотрел предыдущие ролики, я объясню. Мы переехали по станицу Краснодарского края из Ивановской области. У нас шестеро несовершеннолетних детей, плюс еще двое совершеннолетних уже. Из шестерых у нас пятеро школьников. И мы пошли устраивать их в школу по месту прописки, по регистрации, если правильно говорить. Из них троих у нас пообещали взять, как сегодня он сказал по телефону главе администрации. Я еще никого не взял, я только пообещал. В общем, ладно, пообещали взять троих. Двоим местом не нашлось. И мы вот уже несколько раз ходили. О, пап, Сергей Итальевич, у меня с арбузом. Смотрите, ножки. Я вам это сюда положу. Видно? Арбуз-то, арбуз-то, арбуз-то. Ой, какой-какой! Почти на 300 рублей. На 300? Да. Так, все, деньги прячем. Так, в общем, двоим детям у нас не нашлось места в школе. И мы ходили. Сначала мы пошли в отдел образования, потом мы пошли на прием в главе администрации. Тот взял неделю. Сереж, подожди немножко, я договорю, чтобы не качалось тут. И так качается камера. Тот взял неделю на раздумье для решения этого вопроса. И сказал, что, возможно, и раньше позвонит нам. В общем, что все-таки они решат. Ну, до того, как истек срок неделя, мне позвонили с отдела образования. Девушка позвонила. Вот, и сказала, что вам нужно пойти в первую школу, ваши детей возьмут туда. Мы в первой школе до этого были. И нам сказали, что там у них тоже все укомплектовано. По 30 человек в классе, там два класса. Вот. Я говорю, а как там, что место освободилось? Она говорит, ну, наверное, может быть. Я говорю, ну, Сережа, давай поехали в первую школу. Что делать-то? Мы поехали в первую школу. Там директора нет, там есть исполняющие обязанности. Приятная женщина такая. Мы с ней пообщались, поговорили. Я чувствую, ее вот прям напрягает что-то в нашем разговоре. Вот. И я ее спросила, ну, вас вот что-то напрягает? Вы как-то немножко, ну, осторожно с нами разговариваете, слова подбираете? Вот. И она уже так откровенно говорит, я не могу понять. Вы вроде вот адекватные люди. Я говорю, ну, да, что, создается впечатление, что мы неадекватные. Она говорит, ну, вот я к тому и говорю, что адекватные люди. Почему вам удобно, чтобы ваши трое детей ходили в одну школу, а двое в другую? В общем, я там чуть между этих двух стульев не упала. Я сижу, я не знаю, как реагировать. Я поднимаю на нее глаза и говорю, я даже не знаю, что вам ответить. Я говорю, как мне может быть удобно? Мы же специально ходили на прием в главе администрации, чтобы наших детей определили в одну школу. Вот. Она говорит, и что, вы хотите всех в первую? Я говорю, нет, я вообще не хочу в первую. Мы сюда пришли, потому что не хватает места для двоих детей. Она говорит, так троих-то у вас взяли? Я говорю, взяли. Я говорю, ну, вот не берут. Она, ну, хорошо, раз мне прикажут, я возьму. Но имейте в виду, ваши дети будут сверх 30. То есть будет, например, 32 ребенка в классе. И как раз идет завход. И меня Сергей спрашивает, а какой у вас размер кабинетов по метражу? Мы стали вычислять. Получилось, что, значит, по метражу в первой школе на ребенка приходится там где-то полтора, что ли, метра. Вот так вот. А по санпину должно быть два с половиной. Вот. А в той школе, в третьей, там гораздо больше кабинеты. И по состоянию вот сейчас, например, там есть два места. Не то, чтобы есть два места, а там есть классы, в которых по 29 человек. В общем, вот. Но сам факт меня, конечно, вот в этом во всем напряг. То, что вот эта вот исполняющая обязанности директора, женщина, она и говорит. Вы знаете, мне с отдела образования позвонили и сказали, маме так удобно, чтобы ее дети ходили в разные школы. В общем, это какой-то испорченный телефон или детский сад трусы на лямпах. Я не знаю. Не стала я уже идти в этот отдел образования искать, это как Айгуль, по-моему, зовут, которая позвонила. И уяснять отношения. Это не в моих правилах. Но вот такое есть. В общем, придумали, что мне так удобно, чтобы дети мои, слышишь, Сереж, да, ходили в разные школы. Очень удобно. Очень удобно. Ну, вот так. Я не знаю. Менталитет кубанский, что ли? Мне объясняли, что это немножечко по-другому проявляется. Чуть-чуть. Видимо, вот так. Вот еще такие особенности. Ну, вот сегодня мы сходили на прием. Второй раз. Он уже прям при мне на громкой связи разговаривал с директором. И объяснял, что вот в той школе тоже по 30 человек. И так как кабинеты меньше, то все-таки, наверное, ну, как бы в третью надо-то. И плюс еще, ну, не дробить же детей, да? Что я их буду? По станице собирать? Развозить, завозить? Это только извозом, целый день заниматься. Они же у меня не только в школу будут ходить. Я буду их и в секции записывать, постараюсь записать. И, может быть, Снежану получится музыкальную школу. Если не на этот год, то на следующий. Голос у нее, я надеюсь, хороший. Слух у нее есть. Голос тоже. Ей бы мозгов чуть-чуть добавить капельку, чтобы она хоть немножечко поумнела у меня. Вот. Но поет хорошо. Ладно, я опять отвлеклась. В общем, порешили на том, что мы ждем до 20 августа. Директор школы сказал, что 20 августа у него там все что-то поменяется. Выйдут у него на работу кадры. Будут они брать заявления со мной прибывших, в том числе и с нас. И там что-то у него достроится, да? А, крышу сделали? А, крышу. Про крышу они говорили. Вот видите, я уже забыла. Хорошо вот, Сережа помнит, крышу они сдадут. И у него, значит, вот, ну, как будто от того, что они сдадут крышу, у него появится место. Я не знаю. Это, наверное, все-таки тянули кота за хвост, показать, что вот они такие, а мы такие, что ли. Нет, ну, он погромко сказал, что у него все-таки в двух классах по 29 человек. Да, да, да. Он сказал, что в двух классах у него по 29 человек. Ну, я не думаю, что дети у меня расстроятся, если будут в разных классах. Ничего в этом такого нет, да, Сережа? Да. Даже так. Не будут же из-за моих детей кого-то перебрасывать, да, если они привыкли. С Сережа, никакая разница, кого списывать. Да, 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 да. Она у нас так любит списывать. И у нее такие таланты. Вот. Ну, о чем еще? Сейчас мы в хозяйственную съездили, еще красочку докупили. Оказывается, мы в Леруа купили какую-то особенную краску. Мы краску купили. Здорово, да? Фактурную. Фактурную мы купили, да. Нам она по цене очень понравилась. И мы купили. Оказывается, это фактурная. В общем, сейчас съездили, купили обычную. Сейчас вот как раз жара немножечко поменьше будет. Сергей Петрович мне опять пойдет красить. А я там со своими цветочками все возякаюсь. Ну, все, наверное. Всем пока. Ждем продолжения сериала. Чем там у нас закончится. Сказали, до 20 августа будут они думать и решать. Вернее, может быть, все решится. Я-то надеюсь, конечно, что в одной школе мы идем. Санта-Барбара ловала 2000 сели, ничего страшного. Сколько в Санта-Барбаре? 2000 с чем? 2000. А не больше? Я надеюсь, не Санта-Барбара. Ладно, всем всего хорошего. Так, один из моих полезных советов. Не буду на английском говорить. Я могу по ошибке х на ф заменить. И будет не лайфхак, а ругательное слово. Купила вот такие фиалочки. Мы когда переезжали, я свои не сохранила. В общем, купила здесь вот эти вот две большие, которые по 70 рублей. Это маленькая. У нее, видите, листики такие более темные. Она 100 рублей. Вот сейчас буду их пересаживать. Полезный совет, который я хочу дать тем, кто только начинает заниматься цветочками. Я, конечно, не цветовод, не ас. Но вот про фиалки я это усвоила. То, что их нельзя поливать через верх горшочка. Их нужно поливать снизу. Для этого я пожертвовала своей колготки капроновые. Сделала вот такой вот... Не знаю, как... Ну, отрезала, в общем, вот такую дорожечку маленькую, шнурочек. Как назвать-то, Лер? Правильно так. Лер, у меня стоит. Сейчас я вот еще вот из горшка. Здесь я узелок сделала, чтобы он назад не уехал. Она будет доставляться в кашпо. Поливать я буду, наливать воды вот туда, внутрь, в кашпо. Ставим в горшок. И вот по капроновой... По части от капроновых колготок она будет попадать... В общем, цветочек будет брать столько воды, сколько ему нужно. Не будет прикорневой гнили, как обычно, вот фиалки страдают от этого. Листочки не будут портиться. Вот. И можно их не заморачиваться, не следить за ними каждый день. Вот такая костья. Сейчас попробую приблизить. В общем, мы друг на дружку смотрим. А еще Масик на нее смотрит. Ну, вообще лежит в балде, в мальчике. Вот кто знает, относятся они к тем, кто занесен в красную книгу или нет. Вот она там, Масик. Наверное, под плинтусом дырка. Надо все плинтусы отдирать, смотреть. Вот. Мама... Продолжение следует...